Всем привет! Певица Максим впервые после выхода из кома дала большое интервью. В откровенном разговоре с Ксенией Собчак она подробно описала, как протекала ее болезнь. В частной клинике, куда сначала обратились близкие артистки, ей помочь не смогли, пришлось экстренно госпитализировать Марину Максимову в 52-ю клиническую больницу Москвы, где был аппарат ЭКМО. Именно эта сложная техника, по сути, искусственное сердце и легкие пациента, помогла спасти певицу. Однако местные врачи столкнулись с другой грандиозной проблемой. Максим никак не могла очнуться от медикаментозной кома, у нее развились страшные осложнения и даже появились дыры в легких. О том, что чувствует умирающий человек, звезда помнит до сих пор. «Теперь для себя я точно знаю, когда заколотит крышку, жизнь не заканчивается, а только начинается», — призналась Максим. «Я оказалась совершенно в другой реальности, и у меня было четкое осознание, что наше пребывание на Земле куда менее настоящее, чем тот другой мир. Я почувствовала себя в полете, какой-то закат, какое-то тепло. Вдруг услышала голос своего духовника и сказала ему, — Батюшка, я ухожу, мне хорошо. Хотя когда ложилась в больницу, я совсем не собиралась сдаваться. Думала, сейчас меня быстренько подлечат. А в коме вдруг появилось принятие и спокойствие, страха совсем не было. Голос батюшки сказал, дорога на небеса нам пока закрыта. Я в какой-то странной кабине стала спускаться вниз. И там оказалась зима. Какие-то люди поливали друг друга холодной водой. Они стали поливать меня, но мне было не холодно. Я все смеялась, да я вас тут всех знаю, все, пошла я от вас. И в этот момент услышала фразу, похоже, за нее молятся. Как Марина узнала уже потом, в искусственной коме у нее дважды произошла остановка сердца. И вот как она почувствовала это в потустороннем мире. За мной пришли какие-то люди с тобой и хотят проститься. Мы поднялись наверх, где снова было солнце. И вдруг они резко нажали какой-то рычаг, и мы с огромной скоростью рухнули вниз. Они сказали, а мы пошутили. И уже в этой реальности, когда я пришла в себя, то узнала об остановке сердца. Слава богу, что в тот момент я была подключена к аппарату, который заменяет работу сердца. Если бы его не было, я бы просто не выжила, рассказала певица. Артистка уверена, что все происходившее с ней, вовсе не сон и не игры разума. Находящегося в бреду, а вполне реальное путешествие души. При этом расхожих образов, вроде света в конце туннеля и выхода из собственного тела Максим не помнит. Видимо, каждому свое. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.